Игорь Витальевич, расскажите о тренировочной программе крыльев на второй сбор, как она будет разбита, по каким блокам, какие цели преследуете, какие задачи. Восстановление физической формы как таковой было в первую очередь задачей первого сбора нашего. Сейчас, когда не идеальная, но форма более-менее восстановилась, мы уже на этом сборе будем вести более интенсивную такую работу. Игры, которые у нас будут, мы уже будем стараться играть не просто по тайму, как на том сборе, а условно 60 минут, может быть, в конце на третьей игре. Ну, третий это для каждого из футболистов, то есть то, что те игры, которые мы сделаем в последние два дня, может быть, даже там и кто-то сыграет и по 90 минут, в зависимости от набора формы, ну, там, индивидуально каждого футболиста. Ну, и какие-то тактические задачи мы будем решать. Ну, наверное, не обязательно подробно про них говорить, но то, что связано с оборонительными действиями, сейчас будет, ну, как бы во главу угла на этом сборе. Тем более, что и игры подобраны таким образом, что это действительно хорошие команды. Вот, и вчера была неплохая игра, только нам, конечно, играть помешал ветер, помешал очень серьезно, но уровень команды соперника, оно не вызывает сомнений. И плюс еще игры с Сочи, с Кайратом, это будут игры, где нам надо будет проверить себя, и в плохой готовности эти игры, такие игры, не было смысла никакого играть. Сейчас вот то, что с конца сезона три футболиста у нас никак не могли вернуться в общую группу, Якуба, Сарвели и Кабутов, с ними ситуация такая, что они практически пропустили, но в общей группе не тренировались все трое из них, и сейчас Якуба уже, наверное, сегодня даже без ограничений, это первая его тренировка, пока на играх мы не рискнули, Сарвели с маленькими ограничениями, но все-таки он уже тоже близко к основной группе, а пока, будто еще сроки восстановления до конца не прошли, Ну, тоже это, надеемся, что даже может быть к концу сбора, но это будет, характер травмы не позволяет так точно угадывать, вот, когда он вернется. Ну, да, есть какие-то там определенные проблемы и у Канунникова, вот, но после того, как он пропустил такой огромный срок, наверное, это естественно. Все остальные здоровы, и, в общем-то, непосредственно вот те, кто начинал сборы, всю нагрузку, которая была на первом сборе, с нами прошли, они все ее выдержали, все практически, там только одна-две тренировки, по одной-две тренировки два-три человека пропустило, ну, для нас это фактически стопроцентный результат. Игра в Сочи пройдет в несколько другом формате, можете ли рассказать пару слов об этом? Ну, знаете, мы примерно одинаково начинаем готовиться к сезону, и примерно в плюс-минус один день там мы в один день стартуем, поэтому неудивительно, что на этом этапе контроль за игровой вот какой-то активностью мы регламентируем, ну, минутами, чтобы нам легче было, ну, ориентироваться, и поэтому нам удобно было договориться, чтобы мы сыграли, ну, условно, там, два тайма по 60 минут, вот примерно так это будет называться, и мы должны на сборах давать игровую практику всем, тем более, ну, это будет интересно с такой хорошей командой, как Сочи. Крылья начнут вторую часть сезона играми с Химками и с Нижним Новгородом. Вы держите как-то это сейчас в голове, или пока полностью сконцентрированы только на тренировках, на сборах, и о них пока вообще не думаете? Знаете как, мы пока решаем комплексные вопросы, вот такие вот частные, как вот подготовка к конкретному матчу, мы еще не, ну, вот, во главу угла не ставим, но определенные вещи мы все равно проговариваем, и, в общем-то, важность, статус этих игр нас позволяет быть в тонусе, мы понимаем, что у нас нет времени на раскачку, вот, мы специально пока не готовились к этому, но понимаем, что, условно, там и Химки, не знаю, как, поменяют что-то или нет, но по концовку прошлого чемпионата они играли в три защитника, так же, как и Сочи, и вот сейчас мы какую-то работу будем проводить, вот, она в тактическом плане будет связана и непосредственно с игрой против команд, которые могут играть в 3-5 защитников. Расскажите об условиях, в которых занимается команда, об инфраструктуре, вот, насколько все соответствует, и помимо того, что погода немного подкачала в первый день сборов. Ну, в любом случае, это хороший отель, и Турция вообще, конечно, свой уровень держит. Хороший отель, хорошее поле, очень большое преимущество, огромное преимущество непосредственно этого отеля, что более в шаговой доступности. Обычные поля в том году, ну, Крылья Советов и Чертанова были. В одном отеле 17 минут мы ездили до полей при двухразовых тренировках, это больше часа непосредственно на дорогу, плюс еще надо чуть раньше прийти, там, подождать и так далее. То есть, полтора-два часа могло выйти только на, уходит только на вот эти моменты, связанные непосредственно с передвижением. Вот, и здесь нам удобно, и психологически это не давит. И еще раз говорю, это большое преимущество вот этого отеля. Ну, а про погоду мы, конечно, понимаем, что именно в январе, в феврале бывает стабильнее. В Турции бывают дни, когда можно получить проблему с тренировками. Но, скажу так, что они бывают практически каждый год, и мы сейчас, вот, одна тренировка, она так была скомканна, потому что нам на, ну, нас чуть-чуть выпустили на поле, чтобы, потому что оно было вязкое сразу после сильного дождя. Это в день вот нашего прилета. И плюс, вот, игра, конечно, игра была такая, которая тоже нам надо быть готовым. То есть, мы живем в России, мы понимаем, что сейчас мы часть игр можем играть на любых полях, по любой погоде. И в начале марта, у нас даже и в конце февраля есть игры, в марте мы можем попасть в какие-то ситуации, где нам надо играть будет на, ну, не только бороться с противником, но и с полями, с природой, там, ветер и так далее. И поэтому, понимая, что уже мы вчера, вот, начало игры, перед началом игры, мы поговорили о том, что, вот, ветер, он всегда может быть. Могут быть какие-то еще водные, вот, усложнения, вот, погодных условий. Нам надо быть к этому готовы. Нам надо, ну, вот, не ругаться, не жаловаться. Нам надо, ну, вот, с такой погодой, вот, условно говоря, как можно быстрее подружиться, к ней привыкнуть. Потому что, хотим мы или нет, будем мы плакать или нет, но вот нам надо выходить, играть и делать результат. Вот, ну, чуть-чуть с результатом не получилось, но даже вот то, как мы играли, сколько моментов создали, наверное, не знаю, кто хотел, тот увидел. Ну, нельзя себе в минус эту игру заносить, но, опять же, нам внутри команды есть о чем поговорить, и о пропущенном галах, и о определенных моментах, связанных с тем, что мы должны еще быстрее уметь подстроиться к такой погоде. Ну, а то, что вчера игра состоялась, она была куда-то перенесена, вы, наверное, сами понимаете, что где-нибудь за два часа до матча мы даже не верили, что Анталья здесь останется, а не снесет ее куда-нибудь и ветром, и водой там зальет. Не знаю, конечно, очень, ну, прям настоящий шторм был, настоящий. Казанский Рубин остановился в том же отеле, что и Крылья Советов. Леонид Викторович Слуцкий, ваш хороший друг, вот, успели ли пообщаться, обсудить, может быть, какие-то даже рабочие моменты, и с кем вообще из коллег вы успели встретиться за первый сбор, может быть, за начало второго, и пообщаться здесь? Ну, да, на сборах иногда встречаться с какими-то коллегами бывает вот легче, и чаще встречаешься, и находишь какое-то время для общения, но тоже это не так просто, знаете, у нас в коридоре, ну, условно говоря, прям напротив с Леонидом Викторовичем комнаты, прям напротив друг друга. Ну, вот, нормально пообщаться, вот, не на ходу, мы вроде как договорились, но никак не получается, вот, никак не получается. Ну, несколько раз там, ну, короткие, конечно, беседы какие-то общие мы уже провели, и, ну, действительно, что так, наверное, я, даже сейчас вспомнить, наверное, где-то года с 95-го, 6-го, мы знакомы, мы вместе начинали в футболе в детском, и, ну, это было настоящее противостояние в тот момент наших команд, мы хорошо друг друга кусали, вот, и, ну, с тех пор какие-то определенные отношения сохранились, и, ну, не знаю, надеюсь, нам обоим приятно видеть и общаться о футболе.